Всем привет! Мы продолжаем нашу беседу с Ириной Валентиновной Ульяновой. Это прекрасный пластический хирург. Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Не забудьте подписаться. Будет третья часть из операционной. А сейчас какие основные операции, которые вы делаете? Я в основном занимаюсь лицом. Я сама занимаюсь небольшими операциями. Это блефаропластика, это лопоухость, это любые микроскопические операции на лице. Я не делаю больших операций, потому что я приняла для себя такое решение. Мне очень важно в тот момент, когда я становилась доктором, я делала большие операции, у меня были такие грандиозные планы на будущее, в плане реконструкции, потому что очень много интересных реконструкционных, реконструктивных операций на лице. Но получилось так, что я стала мамой. И я настолько, поскольку я мамой стала достаточно поздно, то есть все в 37 лет, вот, меня настолько поглотила эта история, что я не могла себе отказать в удовольствии, прям по-настоящему насладиться материнством. Вот, ну и поэтому, а когда ты работаешь хирургом, тут надо выбирать. То есть либо материнство и больше времени находиться с семьей, либо это хирургия, потому что пациенты, это такие же дети, да, они требуют очень много времени, и большие операции требуют очень много внимания доктора и времени на восстановление. Вот, поэтому я для себя приняла решение заниматься хирургией небольшой, с коротким и стоять на периодом, безусловно, то есть бывают там разные ситуации, осложнения там, и когда они не так все гладко проходят, вот. Но все равно это все-таки хирургия малоинвазивная. Но она мне приносит удовольствие. Ну, это и видно, и пациентам видно, и возглядя видно, что действительно вы идете на работу, как, не знаю, на праздник, это вечно глубоко говорить, да? Ну, праздник не праздник, но с удовольствием, да. И вот, наверное, и другим можно пожелать, чтобы вот ваша работа была удовольствием, а не каторга, не пытка. Ну, конечно, при том, что мы все-таки, у нас немножечко все, она хоть и медицинская, да, и хирургия, и все как положено должно быть, но все-таки мы работаем со здоровыми людьми, со здоровыми людьми, которые пришли, там, кусочек кожи отрезать, ну, или там что-то увеличить себе. Я считаю, что каждый человек красив, да, все же зависит от индивидуального воспринимания собственной внешности. Тут все-таки нет, тут все-таки восстановление или реконструкция собственного лица, да, мы скорее не улучшаем, мы просто восстанавливаем. Самая важная вещь в пластической хирургии, на мой взгляд, сохранить лицо естественным. То есть если речь идет не о реконструкции, да, не о посттравматическом какое-то восстановлении, вот, а речь идет просто о возрастных операциях, наша задача оставить человека с собой просто без лишней кожи, без лишних морщинок, без лишних, там, какие-то провисания. Вот и все. А в каком возрасте гликеропластику лучше делать? Когда есть показания. Бывает, что показания... Независимо от возраста. Это зависит от конституции, да, у кого-то конституционально тяжелые верхние веки с рождения, да, и человек к 25-30 годам приходит, он просто не может ни накрасить девочку, ни ресницы там себе эти отрастить. Вот, понятно, что мешает век, и, конечно, там кусочек небольшой, кусочек кожи убрали, человеку сразу стал жить лучше. Бывают возрастные изменения, которые просто с возрастом, с тонусом кожи, там, ткани меняются, да, и это тоже начинает человеку мешать жить. В общем, не зависит от этого. Не зависит, зависит только от показаний. И подтяжка лица тоже не зависит. С подтяжкой лица там немножечко сложнее. Понятно, что в 20 лет человек подтяжку лица предлагать не будешь. Но бывают ситуации, когда достаточно молодые женщины после большой потери веса, например, гастропластик, с целью похудения теряют, там, 60 по 80 килограмм, понятно, что у кожи, хоть и даже у молодой кожи, нет возможности сократиться до нужного объема. Поэтому, конечно, мы таким пациентам не отказываем в подтяжке лица. Но все равно эта история не девочек. А вот сделали гастропластику, она повторяется, потом эта операция? Ну, верхняя гастропластика, поскольку века находится все время в движении, естественно, растягивается. Вот, она может повторяться в принципе достаточно безопасно до трех раз в жизни. Ну, естественно, с интервалами с какими-то. Вот, нижняя гастропластика, в зависимости от того, в каком возрасте сделана, ну, наверное, все-таки максимум два раза в жизни может быть. А может, один? А чаще всего один. То есть, предположим, у человека конституционально есть жировые грыжи, то есть мешочки под глазами, да? И пациентка удалила их там в 25 лет трансконнективальным образом. Прошло 30 лет, и появилась лишняя кожа, да? Но это уже лишняя кожа, а не грыжа. Грыжа, как правило, в таком объеме уже никогда не появляется. Появилась просто лишняя кожа. Соответственно, сделали повторную галифоропластику, но уже обычным классическим, традиционным методом. Вот, просто с целью подобрать эту кожу. То есть, я буду надеяться, что мне это надолго. Тогда вопрос. Зона орбиты – это такая отдельная зона. Все, что связано, например, с подтяжкой лица, да, вот с нижней третьей, с шеей, тут, конечно, могут влиять разные факторы. Например, самый первый – это изменение веса. Если человек туда-сюда гуляет, даже с небольшим, с небольшой амплитудой потери или прибавки веса, все равно лицо этого не прощает. Все равно в какой-то момент проявится и овал, и шея, и шейно-подбородочный угол вот этот. Вот, поэтому тут основной – это вес держит. Ну, безусловно, еще многое от конститута зависит. Качество кожи. Много эластина или много коллагена. Бывает кожа, знаете, такая вот как трикотаж. Тянется, так с ней очень легко работать. Эластичная. Эластичная, так как гиперэластичная кожа. С ней очень хорошо, легко работать. Она очень предсказуемая, она хорошо восстанавливается. Но эта кожа очень быстро теряет тонус. И повторная операция у такого пациента может случиться гораздо раньше, чем у другого, у которого, например, кожа плотная, как джунса такая, которая не тянется. Вот его натянули, и она стоять будет там годами, никуда не денется. Поэтому вот это тоже немаловажное значение. Вот у меня такой вопрос. А сколько по времени длится блефоропластика? Потом сразу же задам другой вопрос. Это срок реабилитации. Сама операция длится недолго. Верхняя блефоропластика в зависимости от кровотечения там 20-40 минут может быть длиться. Потому что она очень поверхностная, она очень понятная, она очень предсказуемая. Ну и там не возникает технических сложностей. С нижней блефоропластикой сложнее. Все опять же зависит от каких-то индивидуальных особенностей. Где-то нужно укреплять контальную связку, где-то там нужно перераспределять грыжи, где-то там нужно убирать мышцы, где-то ее нужно сплицировать. То есть нижняя блефоропластика это, скажем, операция немножко другого порядка, поэтому длится она может от 40 минут до полутора часов. В зависимости от исходного состояния. А в плане реабилитации, как я всем пациентам говорю, все это зависит от ваших синяков. Через отеки мы все пройдем, а все зависит от синяков. Если повезет, синяков не будет, в 10-м суткам накрасила и пошла радостная синяков. В четверг мне делали операцию, в вторник я вышла на работу. Ну, прекрасно. Правда, в темных очках, но все-таки на 10-е сутки я, по-моему, накрасила. Ну, вот вы из числа везучков. Такое бывает, безусловно, чаще, чем реабилитация, которая составляет 3-4 недели. Но это, как правило, связано с гематомами. В области век бывают достаточно сильные много гематомы. Я не говорю о страшных гематомах ретро-бульбарных. Они бывают казуистически редко, но, тем не менее, о них забывать мы точно не должны. А бывают просто обычные гематомы, которые пропитывают все ткани орбиты, включая конъюнктиву. В этом такие гематомы проходят очень долго. Но тут, наверное, еще можно сказать, что после операции человек правильно соблюдал все, что ему скажут. Безусловно, соблюдение рекомендаций это основное. Не бывает ничего просто так. То есть, либо это состояние здоровья пациентов, например, гипертоники. Часто дают такие постоперационные ранние кровотечения на фоне подъема собственного давления. Поэтому мы очень тщательно обследуем пациентов и очень тщательно подготавливаем особенно гипертоников. Если терапия, которую они принимают антигипертензивно, несостоятельная, то есть не держится стрессового давления, то таких пациентов мы все-таки отправляем сначала на терапевтическую коррекцию. Ну и вот четкое соблюдение правил позволяет избежать гематом. Не принимать слишком горячую пищу и питье. У меня была ситуация, когда все с пациенткой созвонились, все хорошо, все нормально было. А потом она забыв, что я ее предупреждала, что нельзя пить горячий чай, в 11 часов вечера попила кипяточку, у нее раскровился глаз. Это вот была одна из первых моих таких серьезных гематом, когда мы выезжаем ночью, потому что все гематомы в области орбиты требуют немедленной ревизии. Орбита замкнута от расстанта, и если не дай бог эта гематома начнет сдавливать зрительный мир, это может кончиться необратимой слепотой. Поэтому все-таки ревизии делаются срочно, быстро, мы, слава богу, знаем, как с этим работать. Поэтому соблюдение правил. Как я сейчас поняла, вы работаете в паре, и одна, и в паре. Мы работаем со вторым учеником, с Григорием Александровичем Горбуновым. Мы работаем в паре, то есть он делает большие операции, где я ему помогаю. Мы уже много лет мы так работаем, ему, наверное, комфортно со мной, потому что мы уже, мы работаем. Вы уже знакомы. Конечно, конечно, во время операции не происходит вот именно такого, таких каких-то рабочих. Дайте мне ножницы, или там, дайте мне зажим. Если бы музыка играет, и мы поем, но это очень помогает, конечно. И когда есть определенный ритм в операционной, это всегда очень помогает. Так вот я сейчас делаю то, что когда думала этот вопрос, я думаю, зачем же я буду его задавать? Какую музыку вы любите? Оказывается, это одна из основных частей операции. Музыку я люблю разную. Я люблю, я люблю очень итальянскую музыку, любую, начиная от итальянских опер, заканчивая итальянской эстрадой. Вот той восьмидесятых годов, когда я маленькой девочкой сидела с кассетным магнитофоном около телевизора и записывала концерты из Сан-Рэма. Вот сейчас меня эта весна сподвигла на изучение, наконец-то, изучение итальянского языка, которое, я думаю, уже лет 20. Мне вообще нравится все, что связано с Италией. Вот. И поэтому вот я сейчас начала изучать итальянский язык. Соответственно, пою по-итальянски, мне необыкновенное удовольствие. Учу слова так, но я очень серьезно к этому отнеслась. Вот. Я очень люблю русский рок. Вот, знаете, как раз вот 90-е, 2000-е годы. Я очень люблю, безусловно, и Битлз, и Роллинг Стоунс. Это музыка моих родителей, на которых я выросла, и Абба. В общем, я очень люблю в музыкальном смысле я разносторонний человек. Я не очень люблю музыку, которая вот сейчас запускается в ночных клубах, вот эта тучь-тучь-тучь. Вот эту музыку я, честно говоря, не очень принимаю. Я сейчас прислушиваюсь к своему сыну, которому 15 лет, что слушает он. Не все мне нравится, но я все равно в этом принимаю участие и слушаю вместе. У меня знакомые, я тоже слушаю надо, потому что дочь слушает. Иногда делаю вид, что это мне нравится, а потом понимаю, что это действительно нравится. Да, да, да. Вот удивительно, в 15 лет, а он иногда такие интересные мне подкидывает музыкальные истории. Такой вопрос, который я хотела еще раньше задать. Бывает такое, что не сами приходят, а приводят пациента. Муж там, свою жену, там не могли бы вы ее потрясовать? это грустно. Ну, это грустно на самом деле. Ну, такое бывает, да, такое бывает, когда муж приходит и муж настаивает операцию. Я считаю, что это неправильный путь. Я считаю, что я провожу, безусловно, беседу, не всегда прислушиваются по мне, но я все равно на эту тему беседую. На мой взгляд, самое важное, то, как видит себя сам человек и то, что он хочет в себе изменить. Не муж, не сестра, не косметолог, не там соседка, а именно сам человек. Если самого человека устраивают нависшие веки, пусть он с ними ходит. Не надо ничего делать. Иногда лучшая операция, это не сделанная операция. Вот. Но мужчины с блефоропластикой, как правило, ну, не часто приходят компаньонами своим женам. Как правило, это все-таки связано с телом, с грудью. То есть, самый такой вот ключевой момент, как правило, когда пара приходит именно с проблемами с грудью. И именно, как правило, все-таки с увеличением грудью. Вот. А с лицом редкий случай, когда мужчина бывает таким партнером. Как правило, женщина наоборот хочет скрыть от своего любимого и следы операции. И такое бывает. Да, у меня подружки они скрыли. Может, я так не знаю, что они сделаны. Если муж не очень внимательный, если муж никак не связан с медициной, очень легко все это дело. Женщина очень ловко умеет все это дело скрывать. Ну, мне иногда приходится буквально вот подводить на 10 сантиметров и показывать, да, я сделала. И вот начинается рассматривание. Где? Вот это же самый класс. Да. Когда ты видишь человека за 10 метров, и ты понимаешь, что жертва пластической хирургии или жертва косметологии, потому что сейчас бывают гипертрофированные все эти истории. Ну вот, и с перекачанными губами, и с кулами, и там с надбровными дугами. Вот. Когда ты понимаешь, ну, на самом деле действительно теряется какая-то индивидуальность. Она самая лучшая, это когда вообще ничего не видела, что ты что-то делал. Вроде бы свеженький, вроде бы сделал. То ли похудел, то ли отдохнул, то ли прическал у меня, то ли что-то сделал. Ну, как бы, вот, в общем, посвежел, похорошел. Тогда вопрос сразу возникает. А как же вот эти наши звезды, которые, они ходили наверняка к какому-нибудь дорогому, там, опытному, уже прославленному по сарафанному радио и к фактическому хирургу? И вот как до такого дойти? Вот даже, я перечитать их не буду, амбикатный вопрос такой и касающийся, ну, никаких-то индивидуальных моментов. Ну, знаменитый. И коллегиальный вопрос, да. Есть знаменитый, который просто откровенно изуродован. А есть же очень красивые. Каким образом так можно было вот попасть? Ну, мне сложно этот вопрос комментировать, потому что нашего брата сейчас много развелось. Вот, есть молодые, очень талантливые, великолепные хирурги со здоровыми, хорошими хирургическими амбициями, которые делают классные операции. А есть хирурги опытные, но которым где-то что-то не случилось, получить что-то не дано, которые делают не очень хорошие операции. Это, ну, сложный момент. Ну, тогда из этого возникает другой вопрос. Вот, предположим, человек не хотел, да, сделать гетеропластику. Он выбирает врача. На что должен обратить внимание этот человек, сделать эту операцию хорошо? Ну, понятно, что самая лучшая реклама это сарафанное радио. То есть, когда ты буквально передаешь доктора из рук в руки. А еще результат. И результат тоже из рук в руки передаешь. И, как правило, основная масса пациентов, ну, вот у меня, скажем, это 90% пациентов, уже сложившиеся, да, сложившиеся некое, слава богу, вот каждый день говорю спасибо, либо сложившиеся вот этот поток пациентов, которые, ну, позволяют мне планировать операции там на 2-3 месяца вперед. Вот. Я не занимаюсь соцсетями, я, ну, никаким образом, я вообще, мне кажется, социальный в этом смысле человек. Я бы не стала ориентироваться на фотографии до-после, которые выложены в интернете. Вот я бы точно не стала. Я вам за 5 минут просто пальцем, даже не открывая фотошоп, просто пальцем в каком-нибудь обычном тюнере лицевом сделаю вам пластическую операцию. Поэтому, ну, на мой взгляд, это не самый лучший вариант для ориентирования. Ну, образование у него должно быть выше? Все, что связано с пластической хирургией, выше, причем выше специально, потому что обязательно должна быть какая-то, ну, не какая-то специализация по пластической хирургии. А может пациент попросить? Вот я хочу увидеть свое диплом. Конечно, конечно. То есть, ничего в этом такого особенного нет? Как правило, у большинства докторов все-таки есть либо какая-то визитная карточка в интернете, либо действительно кто-то ведет в соцсети, где есть и дипломы, и повышение квалификации, ну, и вообще информация о докторе. И у меня в том числе такая нет. У меня просто нет ни в Инстаграм, ни в день, я вот это на виду не развиваю. Я считаю, что, ну, из личной жизни мне, например, показать ничего не хочется. Да, это моя личная жизнь, которую мне хочется оставить личной. Вот. А все, что связано с операциями, вот, до-после, можно сказать, вы первый человек, кто, да, кто сегодня будет иметь доступ к операционной, когда я работаю. Да. Держусь. А может быть, я не единственный. Я очень благодарна. Вот. И я думаю, что, как бы сказать, и другие это поймут, что такого врача, как вы, нужно еще поискать. Ну, спасибо большое за теплые слова. То, что мне порекомендовали, да, это было сарафан на радио, то у меня была проблема в том, что я не видела ваших работ. Но сразу скажу, когда вот я пришла, и вот мы с вами там два-три слова обмолвились, да, и я посмотрела на вас, особенно, когда я вот видела вас внешне, да, если человек выглядит так, значит, он другим будет так же относиться. Я тогда поняла, что все будет хорошо, действительно, и вот поэтому я шла спокойно, поэтому я зажила очень быстро, да, реабилитации, поэтому я сказала, я хочу снимать. Спасибо огромное за теплые слова, за доверие, потому что для нас, для докторов, очень важно ваше доверие. Очень важно. Хорошо, спасибо. И вам спасибо.